МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обычное утро на одном из крупнейших молочных производств страны. Ручейки из разных уголков Гомельской области здесь соединяются в могучую молочную реку. Конец января – пик низкого сезона. Но и сегодня в сутки здесь перерабатывают 500 тонн сырого молока. Ирина Николаевна, скажите, мы так гордимся, все белорусы, качеством нашей молочной продукции. Молоко вот наше, оно действительно такое особенное? Наше молоко натуральное, и это его главная особенность. Как выбрать из очень качественного белорусского самое качественное? Самое качественное. Ну, я вам хочу сказать, что белорусские продукты, они все качественные. Дальше уже это выбор покупателя самого. Мы проводили несколько раз дегустацию, там 6-7 видов производителей. Есть люди, которые пробуют 7 видов молока, и оно для них вообще, вот, ну, они не могут найти разницы. Они говорят, это одно и то же по разным стаканам. Некоторые в каждом образце находят что-то индивидуальное, из этих 7-8 образцов выбирают свой. Поэтому все решает вкус. Такой патриотизм – не пустые слова. Ирина Миранцова знает, о чем говорит. На ее глазах и при непосредственном участии в начале 21 века Беларусь превращалась в молочную сверхдержаву. Главный технолог своими продуктами гордится. Не без оснований. Одна из новинок сезона – сливки, которые взбиваются со стопроцентной гарантией. Очень плотная. Ну, и опять-таки, можно проверить, скажем так, показать легкий фокус. Ну, вот мы берем, переворачиваем. Ну, крем остается. То есть обезопасили всех белорусских хозяек от неудач на кухне? Да. В основе волшебства – 33-процентные натуральные сливки. Вся магия, как всегда, в честном качестве белорусского молока. Его в минувшем году не раз отмечали и на международных выставках. Но для маркетолога Натальи Зинуковой главный эксперт – ее трехлетняя дочь Нина. Для вас какая самая главная новость последнего времени? Самая главная новость лично для меня и для моей семьи – это то, что ребенку стало три года, и он пошел в садик. Вместе с ней готовить такие десерты? Да, конечно. Вот точно такие мы делаем дома. У нее есть своя маленькая кухня, маленький пластиковый ножик с дощечкой. Я нарезаю фрукты. Из шоурума переносимся в самое сердце производства. Увидеть молоко здесь практически невозможно. Оно спрятано за блеском бесконечных трубопроводов и емкостей. А за этой маской скрывается лицо, знакомое многим любителям футбола. Экс-полузащитник клуба Днепр Могилев Эдуард Симончик, оказывается, профессионально разбирается в кефирах и йогуртах. Пошел в университет именно на эту специальность, потому что люблю молочную продукцию всю, от молока и от доки с молочной продукцией. Молоко питьевой – это стандартное на первом месте. На втором месте – ряженка. Ну и на третьем месте, скорее всего, кефир. До полтора процента жирности, мне кажется, спортсменам более подходит. К слову, бутсы Эдуард и сейчас обувает регулярно. Играет сразу в нескольких командах. Спорт для него – важная часть жизни. И новость о переносе чемпионата мира по хоккею действительно огорчила. Когда узнал, то понятно, что как бы расстроились. Даже были планы, например, съездить на зеленый даже матч какой-то в Минск. Ну, когда узнали, и тоже в интернете прочитал. Понятно, что, я думаю, не один я расстроился. Расстроились как бы многие, что такое масштабное спортивное мероприятие. Спорт не политика, говорится. Так что все равно думаю, что должны были проводить. Я думаю, что мы бы не хуже провели бы, чем было в 2014. И все же важнее спортивных побед для молочников победы на новых рынках. В 2020-м гомельское молоко поставляли в 15 стран. Объем экспорта в Китай увеличился в полтора раза. Нарастили присутствие в странах Персидского залива и в Африке. И опять же, главный козырь – безупречное качество. Это вовсе не молочный отдел супермаркета. Это настоящая машина времени. В этих холодильниках хранятся образцы из каждой произведенной на предприятии партии. Вот, например, эти сливки произведены в тот момент, когда вся страна праздновала 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2020 года. Годно еще пару недель. Меньше всего времени здесь проводят сырки и творог. Всего 10 суток. А вот ультрапастеризованное молоко без проблем хранится долгие месяцы. Любовь Павловна, скажите, вот когда мы покупаем в магазине молоко и видим срок годности на обычное молоко в 9 месяцев, иногда закрадывается, если честно, сомнение, может ли натуральный продукт храниться так долго? На самом деле здесь никакого подвоха для покупателя нет, потому что срок годности ультрапастеризованной продукции обусловлен тем, что она вырабатывается, первое, при закрытом технологическом процессе, второе, розлив происходит в асептических условиях, отличается сама упаковка, она у нас шестислойная, и продукт обрабатывается при более высоких температурных режимах. То есть это стопроцентная качество? Это стопроцентный натуральный продукт без добавления консервантов и стабилизаторов. Скажите, вот здесь, в этой лаборатории работаете с микроорганизмами, а скажите, вот в коллективе обсуждаете самый главный микроорганизм, который сегодня обсуждает вся планета, вот тот самый COVID-19, что думаете про вакцинацию? Во-первых, мнение у всех работников производственной лаборатории однозначное, что прививку против COVID-19 делать надо. Объясню почему. Прежде всего, мы не только жители Республики Беларусь, мы работники пищевого предприятия, которые несут ответственность за выработку продукции. Поэтому прививка, во-первых, сохранит наш коллектив, ну и позволит вырабатывать нам здоровым коллективом качественную, безопасную продукцию. В прививки и вакцинацию здесь не просто верят. Давно проверили на себе. От гриппа коллектив прививается регулярно не первый год, и это дает реальные результаты. Ведь останавливать молочную реку просто нельзя. Эта молочная карусель – залог благосостояния тысяч людей. Только в этих стенах работает почти тысяча человек. А есть еще те, кто растят и заготавливают корма, есть животноводы, доярки, ветеринары. И у каждого семья, дети, пожилые родители. Здесь с гордостью говорят, в 2020-м, несмотря ни на что, этот молочный конвейер не останавливался ни на минуту. Если кто-то вспомнит, несколько лет назад были вопросы с поставками молочной и мясной продукции в Российскую Федерацию. Эта страна является одним из наших главных экспортных партнеров. И когда эти поставки были приостановлены в течение нескольких лет, наши работники, каждый, в полной мере прочувствовал, что значит потерять вот эту уверенность и потерять стабильность. И не знать, будешь ли ты завтра, будет ли завтра работать в твое предприятие, будет ли у тебя полный рабочий день, а может быть и нет. Поэтому, что такое быть под санкциями, что такое не иметь возможности честно работать и зарабатывать деньги, каждый человек знает здесь очень хорошо и ощутил особо остро. Поэтому, я думаю, что, обсуждая в коллективе, когда мы говорим о предприятиях, которые сейчас могут страдать, и, возможно, уже начали страдать от экономических санкций, каждый понимает, что страдают обычные люди, такие, как они сами, простые работающие люди. Желание трудиться и созидать, идти вперед, развиваться, быть лучшими и тем самым делать лучше мир вокруг. Здоровая и конструктивная позиция. Именно такой придерживаются те, кто направляет белорусские молочные реки в нужное русло. Александр Добриян, Виталий Распопов, Неделя СТВ.